Выражать эту любовь им не всегда удавалось. И вы наблюдали отношения, которые неприемлемы для вас. И тогда, когда вы выросли, это ваша задача. Вы будете это повторять, вот так вот, по кругу, или вы что-то сделаете для того, чтобы по этому кругу не бегать. Однозначно нашей любви способствует деятельная, замечу я, деятельная озабоченность и заинтересованность в жизни другого. Любовь – это всегда взаимность. Делаю я сразу комментарии, чтобы не было никаких фантазий на тему того, что вот я его люблю, а он меня не любит. Нет, это всё не туда. Когда у нас есть любовь, у нас есть взаимность. И эта взаимность, она должна в чём-то, в каких-то действиях выражаться. Мы поговорим сегодня о зависимостях в том числе. Так вот, человек, когда он находится действительно в зрелой любви, он спокойненько что-то делает для другого, не боясь на тему того, что другой для меня делать не будет. Или он не находится в этих отношениях, если мы понимаем, так вот, находясь в этой паре, что дисбаланс слишком велик, что вы бесконечно что-то для другого делаете, на самом деле, может быть, из надежды что-то, наконец, от него получить, ничего не получаете, фантазируете про то, что вот это вот у меня вся такая большая любовь, и ничего не случается. Конечно, любовь удаётся, когда мы способны себя отдавать и постепенно проникать в другого. Вот, допустим, здесь комментатор спрашивает, а если он боится? Я оставлю это на вашу ответственность, когда есть ситуация, что мужчина просто не хочет, а женщина это описывает, как он боится. Бывает так, что мужчина просто не хочет, но для романтизации процесса женщина это описывает, как вот он весь такой тревожненький, лань такая нервная, и поэтому он очень боится в отношении идти. Но по факту, если мы говорим о контур-зависимости, о котором мы в том числе поговорим на майнде, то мы тогда понимаем, что действительно бывают ситуации, когда человек избегает близости, потому что он её боится. У него есть негативный опыт близости, он связывает нахождение с кем-либо, например, в паре, это такой совсем топчик, когда человек вообще в отношения не может зайти. Или он связывает близость, например, в доме, в пространствах квартиры. Это случай, когда мужчина, например, не хочет жениться. Он женеет! Нет! Вот как бы пока мы не в одной квартире, не в одной квартире, у нас есть шанс. Как только мы съедемся, вот там поднимается вся эта какая-то детская боль или, допустим, предыдущий опыт, предыдущие воспоминания на тему того, как это жутко может быть. И тогда я способен на кусок близости, а на близость целиком? Нет! Нет! Не способен, извини! Так вот здесь, если мы говорим про отдачу и проникновение у другого, это ситуация, когда человек двигается на цыпочках у другого. То есть вы видите его закрытость, и вы на цыпочках к этой закрытости подходите. Это можно делать, только находясь в очень осознанном состоянии. Потому что если вы видите закрытость другого, и если при этом вы сама склонны к созависимым отношениям, то у вас получится такая вот сцепочка, и вы бесконечно будете за ним бегать, и он будет бесконечно от вас убегать. Ничего приятного в этом нет. Осознанно это когда вы делаете шаг, такой допустимый в его границах, и чуть-чуть вот так вот, условно говоря, пальчиком, чуть-чуть дальше. И смотрите на реакцию. И если он постепенно расслабляется и начинает вам доверять, вы делаете еще шажочек. Он еще расслабляется, начинает вам доверять, делает вам тоже какой-то шаг навстречу. И вот так очень медленно отношения начинают развиваться. Если же этого не происходит, ну скорее можно выбрать какой-то период времени, когда вы даете своим отношениям шанс. Это время должно быть обозначено. Если вы понимаете, что вот этот степ-бай-степ не работает, ну значит, увы, надо признать, что это не работает. И оставить его со своим страхом. Потому что, как говорится, если человек очень долго колеблется, он может заколебать кого-нибудь еще. Однозначно, если, коли уж мы говорим о взаимности, важно понимать, что любовь порождает любовь. То есть, если ваша отдача, если ваше внимание к другому, если ваша любовь к другому никакой ответной любви не порождает, значит, нет. Нет и все. И ничего здесь делать больше не надо. То есть, бесконечно навязывать свою любовь или бесконечно считать, что вот я его так сейчас полюблю, что он полюбит меня в ответ, это прямой шаг в созависимые отношения. Если мы говорим о незрелой любви, то это некое такое восприятие, как точка. Ты мне нужен, потому что я тебя люблю. И огромное количество пар и отношений образуется именно так. Коли ты мне нужен, значит, я тебя люблю. Делает вывод в голове женщина или мужчина. Причем нужен здесь может быть в очень разных аспектах. Конечно, кому-то нужны деньги. Кому-то нужна безопасность. Такой социальный статус, например. Кому-то нужно неодиночество. Кому-то нужно, чтобы кто-то спал под боком. Кому-то нужно, чтобы появились дети. И вот коли ты мне для каких-то целей нужен, значит, я тебя люблю. Вот с этого начинается большая такая драматургия в голове человека. Дальше он может эту драматургию раскручивать, вот прям нанизывать на это какие-то свои фантазии или нанизывать на это какие-то факты прекрасные из пары, которые, может быть, происходят, может быть, иногда. Что вот ты мне нужен, я тебя люблю. И раз, например, две недели назад ты сходил со мной в кино или оплатил на мужин, значит, ты тоже меня любишь. Или раз ты говоришь о том, что ты так страдаешь со своей женой, и при этом ты со мной встречаешься, и даже не берешь трубку, когда она звонит, значит, ты меня любишь. И так далее, и тому подобное. А вот это будет совсем такая драматургия. Но огромное число отношений начинается именно с этой позиции. Это незрелая любовь. Она незрелая, потому что она носит младенческий характер. То есть ты будешь удовлетворять мои потребности, и, соответственно, я тебя люблю. Или ты будешь удовлетворять мои потребности, и если ты частично хотя бы их удовлетворяешь, значит, ты меня любишь. Это тоже очень частая ошибка, которую скорее совершают женщины. То есть в силу гендера мужчины реже фантазируют, что их женщины любят, просто потому что она, например, с ними спит, просто потому что она подарила ему подарок на день рождения или просто потому что она назвала его, не знаю, зайчиком, просто потому что она ему пишет по утрам «Доброе утро». Но вот женщины здесь прям так стараются. Женщина может накрутить себе любовь на ровном месте. Там, где мужчины считают, что это просто какие-то веселые встречи, не обременяющие роман, женщина может в своей голове создать великую историю любви. Если мы говорим про то, что нам мешает в любви, вот если мы вот так вот прямо на это посмотрим, что есть то, что способствует, есть то, что мешает. То, что способствует, это, конечно, такой будет огромный кластер в проекте про любовь. Мы посмотрим на это с позитивной точки зрения, что мы можем делать для того, чтобы любовь удавалась, будь то с родовой точки зрения, а будь то с точки зрения нашего поведения. Но очень важно понимать, что, конечно, есть такой взгляд в психотерапии, когда мы подкрепляем позитивное поведение и как будто бы игнорируем негативное. Так, например, дрессируют животных сейчас. То есть, если раньше было принято, допустим, какой-то жесткий, такой колючий ошейник опасный на собаку, дернуть собаку, наказать собаку за какое-то негативное поведение, то сейчас, скорее говоря, о бесконечном позитивном подкреплении. То есть, постоянно подкреплять то, что собака делает правильно. В отношениях и в отношении самого себя, конечно, мы тоже можем бесконечно подкреплять то, что мы делаем правильно. В этом есть очень много глубинного смысла. Потому что есть люди, которые концентрируются только на негативе. Да, вот они бесконечно пытаются в себе что-то исправить, хотя им уже давно нужно расслабиться и заметить то, что они делают хорошо. Или, например, у человека есть определенное количество талантов, он пытается научиться чему-то, в чем он не талантлив, хотя если бы он сфокусировался на своих талантах, он скорее бы пошел, допустим, в карьерный рост или в понимание вообще, где ему расти. Но при этом важно понимать, что даже если вы подкрепляете свое позитивное поведение в отношениях, конечно, последствия негативного никто не отменял. И если, к примеру, ваш партнер, ваш супруг любит сексуальную жизнь с вами, он этим удовлетворен, и вы постоянно как-то совершенствуетесь, подкрепляете и так далее, и любит булочки, которые вы печете ему по утрам, это еще не означает, что он может, способен, к примеру, бесконечно выдерживать ваши истерики, ваши манипуляции, неуважение к его родным, неуважение к его работе и так далее и тому подобное. То есть очень важно понимать, что все-таки есть и то, и то, и несем мы ответственность и за то, и за другое. Так вот, однозначно мешает любви презрение и пренебрежение к себе или к партнеру. И то, и другое, да, полюби ближнего, как самого себя. Презрение – это с одной стороны, когда какой-то период времени, допустим, вы прожили с супругом, и сейчас вы его так, ну, мягко говоря, немножечко ненавидите. И вроде бы он там чего-то делает, а вы на это все смотрите свысока, да, и как-то вот его так раз и бесконечно там поджуриваете. Другой вариант презрения – это когда, в принципе, вы находитесь в некоем глубинном убеждении, что быть с мужчиной – это плохо, что любить вас нельзя. Это вот совсем такая вот закрытость внутреннего сердца, да, закрытость от отношений. И тогда, конечно, мы получаем партнера, который или по итогу причиняет нам боль, или по итогу, да, там ничего не удается. Если мы говорим о каком-то слиянии, о котором были вопросы под постом, то важно понимать, что любовь, в отличие от симбиотической связи, а слияние – это симбиоз, она всегда подразумевает сохранение индивидуальности себя и другого. То есть, странным образом, я люблю тебя таким, какой ты есть. Это и есть, безусловно, любовь. Но фокус в том, что, естественно, если мы говорим про взаимность, то второй тоже любит нас таким, каким мы являемся. И, естественно, если мы говорим про здравую личность, мы хотим заботиться друг о друге, и тогда мы идем друг другу навстречу. И, естественно, если мы говорим о взрослой душе, мы хотим развиваться. И тогда мы, и я, и ты, не остаемся никогда на прежнем фиксированном уровне развития. И у любви появляется вот эта почва для роста. Слияние – это когда человек хочет, чтобы одно целое было одним целым, а не двумя людьми, которые стали единым существом. Слияние – это очень часто про паразитизм. Это как раз ты мне нужен, а раз ты мне нужен, я тебя люблю. Ты мне нужен, чтобы ты удовлетворил все мои потребности. Это про слияние. Я буду для тебя кем угодно, чтобы ты удовлетворил мои потребности. Естественно. Я буду переставать вообще быть собой. Или я вообще не знаю, кто я такая. Или кто я такой. И поэтому я к тебе прилеплюсь. Я буду из себя чего-то там вылепливать. Или ты будешь вылепливать это из меня. А в какой-то момент времени здравая, адекватная часть моей личности начнет бунтовать. Потому что, как бы, а где в этом пространстве я? Но есть часть меня, которая на все это готова, лишь бы милый рядом был. То есть для таких людей проблема на самом деле состоит не в том, как любить, а проблема состоит в том, как быть любимой. Или как быть любимым. Мне вообще не так важно, что я люблю, себя я люблю, другого ли я люблю, каким образом я эту любовь реализую. Есть ли предел у моей любви, назовем это так. Потому что, когда мы говорим о зрелой любви, у него, конечно, предела нет. Сильна, как смерть, любовь. Но если мы говорим о незрелой любви, то вот у незрелой любви предел должен быть. И когда, допустим, партнер на вас, вот он как-то уже вообще вас унижает, или он вам места не оставил для собственной жизни, или он алкоголик лютый, и никакого толку в паре от него нет, ну, значит, предел этой любви нужно положить. Это может быть больно, неприятно, а потом станет легче. Если мы говорим о зрелой любви и о зрелой личности, там есть такая классная вещь, которую можно только воспринять. Вот если смотреть на, по-моему, испанский вариант слова понимания, это такое восприятие, объятие, вместить в самого себя. Так вот, зрелая любовь – это когда человек всей своей жизнью, всей своей личностью, всей своей душой он транслирует. Я люблю, а поэтому меня любит. И точка здесь. У него не будет мыслей, что если я полюблю кого-то, он меня не полюбит. Это невозможно. Или я тогда не полюблю, или раз я полюбил, то и меня полюбит. То есть вот эта пара, это те двое найдут друг друга. И раз я люблю, я постоянно в эти отношения что-то вкладываю. А раз он меня любит, он тоже сюда что-то вкладывает. И по-другому не может быть. Вот это зрелая любовь. Она бесконечно взращивает друг друга и самого себя. Из этого фокуса его, знаете, такая сложность в том, что в это можно только уверовать. Это можно только осознать. Это длинный путь, к которому ты приходишь. Это то, что ты вынашиваешь внутри самого себя через изменение собственной души, через заменение своей психики. И однажды ты оказываешься в этой точке. И ты понимаешь, что да, если я люблю, меня любят. Все. И никаких других вариаций здесь не может быть. Когда мы говорим о том, что человек мешает этой любви, и он по факту получает какие-то неосознанные отношения, которые его бесконечно ранят, или он получает в своих отношениях то, что его бесконечно ранит в одних, допустим, там есть, конечно, аспект и нелюбви к себе в том числе. Вот эта нелюбовь к себе, она совсем в топчике. Это когда человек фантазирует на тему того, что он способен любить других, на самом деле он не любит никого. То есть это мужчины или женщины, которые как бы вот раз за разом эту полюбил, этого полюбил, этого полюбил, и каждый раз это все так классно полюбил. Я всех так полюбила, я всех так любила, но себя я не люблю. То есть это такая созависимость 80-го левела. При этом каждый раз человек фантазирует, что это любовь всей его жизни, что якобы он там так много отдавал, что якобы вот он там так много сделал, потому что отдавал и делал только из какого места. У этого места есть очень хорошее слово в русском языке, а мы не будем его сейчас называть. Так вот из этого места человек не способен любить других, если он все время говорит о том, что вот я всех любила, а меня как бы никто, а я якобы всех любила. Вот это вот история про такую глубинную неспособность вообще в эти отношения входить. Ну и, конечно, если мы говорим о слиянии, вопрос, который был, я сейчас его попробую процитировать, извините, я его не записала. Вопрос, который был под постом, как быть с зависимостью в любви, если у меня есть такая зависимая структура личности, да, и не скачусь ли я в слиянии. Так вот, скатываться в слиянии – это процесс. Никто вас туда не толкает, кроме вас самого. Можно даже замечать, то есть если, например, мы говорим об отношениях, давайте предположим, что вот вам встретился такой, не знаю, Казанова, вот такой прям фломастер чудесный, и он всю вашу жизнь как-то разукрашивает. Представим даже, что он манипулятор уровня Бога. Так вот, если вы находитесь в осознанности, вы будете даже ловить эти моменты, вот так по пунктикам, как он вас в это слияние загоняет. Причем он может делать это хорошо, да, или через что-то негативное. Когда человек делает это хорошо, это может быть очень приятно. Вот прям очень приятно. И вы даже можете на это идти, да, то есть вы замечаете, как он так вас раз и так поближе, раз и поближе, раз и поближе, да. И вот как будто бы, ну вот, ну вот, ну окей, ну хорошо, ну давай мы вот в это поиграем, да. Так может быть. Через негативное, это когда человек, допустим, там обрывает все ваши контакты, да, обрывает вообще всю вашу жизнь, говорит, что вы никто, да, что только рядом со мной ты чего-то стоишь, да, без меня ты ничего не стоишь. То есть вы получаете токсичное отношение вот прям сразу, со входу. Если мы говорим об отношениях, допустим, с нарциссами или об отношениях, ну вот давайте, окей, ну с психопатами хорошо не будем говорить, ну предположим, хорошо, назовем это так одним кластером, токсичное отношение. Вот тогда сложность как раз бывает у женщины, если ее вот так раз вознесли на пьедестал, а потом оттуда пум и уронили. И она начинает в эти качельки здорово играть. Естественно, мы понимаем, что в эти качельки она играет, потому что она сама себе места не знает. То есть женщина такая условная, допустим, архетипически, королева, императрица, как угодно, женщина, другими словами, знающая себе цену. Если вдруг мужчина начинает ей, если искренне, вообще проблем нет, если не искренне, да, а вот так играя в это, он начинает ей рассказывать, какая она волшебная, какая она там единственная, какая она невероятная, невероятная, что вот весь мир к ее ногам, и может быть, он даже бросает там что-то к ее ногам. Что с ней происходит? Она, и все, и, ой, господи, это первый раз в моей жизни такое, да, и все, а больше она с этого пьедестала слезать не хочет, потому что она туда сама себя никогда не ставила. И после того, как он с этого пьедестала ее роняет, больше всего она мечтает, вот меня, пожалуйста, туда-обратно снова, и он или начинает в это с ней играть, и в какой-то момент, ну, давай, посиди тут еще, посиди тут еще, а в какой-то момент, он может совсем ее оставить где-то на полу на дне, и она будет вспоминать о том, как это было раньше, и надеяться, что это повторится. Так вот женщина, которая в принципе на своем пьедестале, на своем троне уверенно сидит, ну, она в это как бы, ну, она на это просто не поведется, ну, вот просто не поведется. Она или увидит это, как искусственную такую игру, и она может это осознанно поиграть, ну, давай поиграем в это, ну, давай, ну, как бы, приятненько. Если вдруг это приятненько закончилось, она из отношений вышла. Она может осознанно в это войти, как, допустим, в отношения с Казановой. Там понимаешь, что, ну, как бы, может быть у него даже не с ней одно и приятненько. Ну, как бы, ну, приятненько, спасибо, давай в это поиграем. А вот если что-то пошло не так, она выставит его за дверь, вежливо и уважительно, и останется на своем пьедестале, потому что он ничего с этим пьедесталом в принципе сделать не может. Этот пьедестал ему никак не принадлежит. Так вот, когда мы говорим о слиянии, там очень часто о зависимости в любви. В зависимости в любви – это взаимная зависимость. Это как раз я готов для тебя на всё. Но это взаимно. И другой человек будет беречь другого человека и заботиться о том, чтобы на великую жертву ему идти не пришлось. То есть, конечно, если война, вот давайте так, если война, там мужчина прикроет свою женщину, да, я готов пожертвовать жизнью. А если почка отказала, я готов или я готова отдать тебе свою почку, потому что я тебя люблю и ты меня любишь. Это нормально. Но когда речь идёт вот о такой вот безрассудности, я готов абсолютно на всё, или я требую от тебя абсолютно всего, то это уже скорее про какие-то невротические отношения, когда человек фантазирует о безрассудности страсти. И если мы говорим о слиянии, то там безрассудность этой страсти и вот эта такая накрученность эмоциональности собственной, да, или другого человека, она будет больше свидетельствовать о том одиночестве, которое было до этого. То есть мне по жизни было вот так одиноко, теперь я встретила или встретила кого-то, теперь я вот так вот полюблю, да, вот вообще на разрыв аорта я буду тебя любить, и раз вот я это всё чувствую, да, значит, это великая любовь, да, значит, как бы, да, ты должен теперь полюбить меня в ответ. И человек, который когда-нибудь из этого слияния, из потребностей в слиянии выходит, он, во-первых, в какой-то период времени может быть крайне разочарован тем, что у него вот такой вот драматургии больше в жизни чего-то как-то нет. С точки зрения созависимых отношений, если мы говорим действительно о людях, которые склонны к созависимым отношениям, там даже есть очень такой чёткий часто образ, да, партнёра, который повторяется. То есть мужчина выбирает плюс-минус одинаковых женщин, да, вот так вот, ну как по конвейеру. Иногда это по конвейеру во внешности, иногда это по конвейеру в поведении, иногда это даже имя одно и то же, да, вот раз, так-так-так-так. Ну а женщина, соответственно, тоже может выбирать примерно как по конвейеру, начиная там внешность, начиная поведение, иногда это статус, да, очень может быть даже конкретная профессия, как бы так-так-так-так-так-так, да, и вот тогда скорее в созависимых отношениях в терапии будут говорить о том, что если ты видишь такого человека и чувствуешь вот это вот, ну, значит, встань и выйди, да, вот не нужно ничего здесь делать, вообще не нужно, да, вот как бы встань и выйди, поблагодари за вечер и больше сюда не звони, да, вот это будет процесс такого, в том числе исцеления, и согласия, что вот этой бесконечной драмы больше не будет, это может быть грустненько, грустненько, это не означает, что любовь это скучно, мы в целом, конечно, говорим о том, что счастье это спокойно, да, это вот без таких вот, но для многих это грустненько, потому что есть эта адреналиновая зависимость раз, и потому что человек какой-то период времени не понимает, а как ему самому дать себе такое количество эмоций. Здесь важно, знаете, что, наверное, для себя понять, что когда мы говорим о любви, мы ее насыщаем какими-нибудь чудесными, прекрасными моментами, причем, конечно, это не означает, что любовь это всегда такие розовые розы, нет, конечно, в любви можно ссориться и через конфликт узнавать, как лучше любить друг друга, а есть пары, которые умеют очень эффектно ссориться, да, и для них это окей, вот у каждой пары есть такая своя хорошая форма, и, допустим, вот это какая-то итальянская семья, да, и вот они там будут вот так вот драматично там как-то вскидываться, да, кричать друг на друга, разводиться, он будет лезть в окно, залезать обратно через балкон, а потом у них секс, да, и может быть, да, для какой-нибудь очень чопорной пары, да, что-то как-то как бы вот, нет, мне такого не надо, да, а вот для них это хорошо, это их так раз, да, и бодрит, да, и окей, плюс, естественно, в любви мы можем заботиться о том, чтобы было много хорошего, будь то, например, какой-то классный секс, и классный секс удается, когда вам удается коммуникация, да, вам удается коммуникация, можете ртом говорить о том, чего вы хотите, да, он вам об этом говорит, и вы ему об этом говорите, и ртом вы об этом договариваетесь, плюс у вас есть расслабленность, плюс у вас есть желание подарить что-нибудь другому. Ну, итальянские разборки, это разве не невроз? Нет, вы знаете, невроз это когда, ну вот назовем это так, когда это, я сейчас не по-медицински скажу, вот если это разрушает ваши отношения, это плохо, а если вы понимаете, что вы так раз как-то вот, да, у вас как-то был очень эпичный какой-то конфликт, а потом у вас был такой же эпичный секс, и вы там прекрасно друг друга любите, ну, как бы, ну, вот, ну, есть пары, которые так живут, а они так живут годами, да, им так с этим хорошо, вот это окей, да, А если вы понимаете, что у вас случился какой-то эпичный конфликт, и этот конфликт направлен на разрыв отношений, и никакого волшебного секса и близости у вас потом вообще даром не случается, и вы затем раз за разом накапливаете боль, обиду и агрессию, ну, вот это плохой конфликт, да, потому что хороший конфликт, он, в принципе, не нацелен на то, чтобы сделать друг другу максимально больно, нет. Вы же можете очень, слушайте, ну, окей, может быть, там нам непонятен пример с итальянцами, потому что, во-первых, да, есть некий другой менталитет, а отчасти, отчасти, хотя в целом мы так во многом близки, отчасти я подозреваю, потому что многие себе фантазируют какой-то конфликт на уровне абьюза эмоционального. Так вот, здесь важно понимать, что в хорошем конфликте все это может быть, может быть, не обязательно должно быть, может быть, громко, может быть, вы даже красиво бокалы разбили, может быть, еще что-то произошло, но вы не будете в конфликте нацелены на то, чтобы сделать второму максимально больно, нет. Вы не будете стараться причинить ему боль эмоциональную такого уровня, чтобы он лучше бы здесь сдох, да, или почувствовал себя виноватым. Вы можете эмоционально выразить там, что там у вас как-то происходит, накопилось, а затем вы так раз, но на самом-то деле вы все время хотите, чтобы он остался здесь, и вы ему демонстрируете это так или иначе, что вы хотите, чтобы он остался здесь. Да, и вы в этом конфликте, может быть, громко на эмоциях, но проявляете и изучаете, как вам лучше любить другого. Если мы говорим не о громком конфликте, там, например, о тихом, но предположим, давайте так, но опять-таки я напоминаю, мы же учимся любить, да, и нет такого, когда там вот двое вошли в отношения, и они все такие идеальненькие, как беленькие листочки. Вот давайте, предположим, у вас есть, не знаю, мужчина, который там в ходе какого-то конфликта или ссоры, он, предположим, замолкает. Вообще, в силу гендера, открою я вам небольшой секрет, в силу гендера большинство мужчин, как только оказываются в конфликте, уж тем более, если они не правы, а если они не знают, чего сказать, самое страшное для них, это что женщина заметит, что он идиот, и в этот момент он куда-нибудь текает. Например, он текает за дверь, да, в свой кабинет, или он текает в какую-то раковинку, он хочет помолчать. Некоторые текают за дверь квартиры. В ненормальной ситуации он текает надолго, да, или тем более начинает там манипулировать молчанием. В силу гендера что делает женщина? Я не договорила, и она начинает его преследовать, да, она начинает бежать за ним по квартире, по улице, да, она начинает ему строчить смс-ки, ловить его там, как это такая есть картинка, где такая чайка, вот она прилепилась к иллюминатору и кричит, я не договорила, да. Так вот мужчине от этого становится еще хуже. Он хочет утекать еще куда-нибудь подальше. Так вот давайте представим, что у вас есть такой мужчина, который куда-то теканул. И вы все-таки, да, никуда не побежали. Так вот если он потом вернулся к вам с цветами и сексом, ну это нормальный конфликт, и ничего страшного здесь не случилось. Это проосознанность, это проосознанность, к которой мы можем сознательно в отношения входить и в этих отношениях пребывать, да, для того, чтобы они как-то продолжались. И мы в манде об этом поговорим. О том, что, ну вот, сама любовь, да, как любовь, она не должна быть фейковым чувством. И когда мы говорим с точки зрения, будь ли тело, да, или будь ли с точки зрения нашего разума, о нашем телесном состоянии или о нашем поведении, если это все сводится к некой драматургии, которую мы потом сводим к безрассудной страсти, ну так вот это фейковые чувства. Эти фейковые чувства, конечно, мешают тому, чтобы любовь удавалась. Поэтому приходите, пожалуйста, если мы про часть, которая касается боди, то повышение, она, цена повышается сегодня, 23.59. Цена на майнд повышается попозже, потому что он попозже начнется. Вообще тема красивая, и любить это красиво, и учиться любить это красиво, и грустить о том, что какой-то большой любви у вас сейчас нет или пока не было, да, точно не стоит, да, потому что можно туда прийти. Прийти и прийти на самом деле в любовь, а не в то, как получалось, как всегда. Всего вам доброго. Эфир сохраню, и хорошего вам вечера. Поднимите руку, кто после ссоры получил цветы. До свидания.